На мой взгляд, интересный матч получился. Наверное, с точки зрения конечного итогового результата, считаю, результат справедлив. Если брать нашу команду, то, что мы хотели осуществить на футбольном поле сегодня, то скажу так, что по ходу матча практически приходилось видоизменять тактический рисунок игры, для того, чтобы исправлять ситуацию, потому что мы на протяжении всего матча оказывались отыгрывающейся командой. Поэтому, понятно, что пропустили гол с подбора, не доработали, да, отлично пробил в ближний угол Созунчик, да. Естественно, что я понимал, что надо что-то менять в тактической расстановке для того, чтобы что-то изменить в ходе неудачно складывающегося первого тайма, как минимум. Поэтому и замена вызвана в первом тайме не тем, что я был недоволен действиями Вакулича, а тем, что нужно было тактический рисунок поменять. Как только мы перестроились на игру с четырьмя защитниками, с двумя центральными, сразу же у нас стали появляться моменты, ну и мы сравняли счет еще в первом тайме. Во втором тайме я просил ребят развить преимущество. Уже понятно, что мы в какой-то степени вернулись в игру, и эмоциональная составляющая уже была на хорошем уровне. И, естественно, в раздевалке я видел, что ребята готовы выйти на второй тайм для того, чтобы опять реализовать свое преимущество дальнейшее и нагнетать обстановку у ворот соперника. Но видите, как получилось, что получили в начале второго тайма гол. С простой ситуацией соперник ввел мяч из аута, и мы просто-напросто провалились в обороне. Естественно, что с доигровки, с подбора парень забил гол, и, естественно, 1-2. Ну, слава богу, то, что мы нашли в себе силы, характер, оказать давление, еще раз говорю, во втором тайме. Понятно, что уже нужно было раскрываться. Славя довольно организованной командой предстала, именно с точки зрения позиционных атак, с точки зрения прессинга. И вот нам было довольно непросто. Но в то же время мы понимали, что надо что-то предпринимать для того, чтобы спасти этот матч. Поэтому контратаки, которые были у Слави, тоже были опасны. Но, тем не менее, когда счет стал 2-2, мы отлично сработали на стандартном положении. Тут уже пошла такая обоюдоострая игра. Естественно, что ничейный результат нас не устраивает. Мы хотели выиграть, но случилась ничья. И надо отдать должность сопернику. Да, в концовке тоже в компенсированное время был опасный момент, где, скажем так, была опасность и могли и проиграть. Но, в целом, еще раз говорю, результат закономерен. Мне игра понравилась. И с точки зрения того, как и одна и вторая команда по ходу матча играли, да, и тренерская такая тоже была тактическая дуэль, которая, ну, скажем так, вылилась в ничейный результат. Спасибо. Вопросы? Егор? Спасибо, Федор Бабай. Владимир Владимирович, сегодня, ну, для Жердева, скорее всего, был такой матч необычный. Все-таки славе этого команды ведущей. Прошла год. Прошла год, мне кажется. Вы его на замену выпустили. Мог бы он больше времени провести на поле? Или он, допустим, еще не готов к функционалу? Потому что больше времени. Скажу так, что, конечно, мы учитываем, прежде всего, при подготовке к матчу, свою стратегию на конкретный матч, да, изучая соперника, мы понимали, в какой тактической расстановке мы сыграем. Исходя из тела на подбора футболистов, которые у нас есть, мы определяем стартовый состав. Поэтому здесь, скажу так, что Глеб в хорошей конкурентной среде находится, да, и, в принципе, он мог выйти как в стартовом составе, так и, как сегодня случилось, вышел на замену. Времени, конечно, мог получить больше бы, но, еще раз говорю, счет стал 2-2, и он вышел с Володей Хвощинским для того, чтобы уже вырвать победу за счет, опять-таки, изменений в группе атаки. Вот он вышел слева, а Володя вышел нападающим. Поэтому, конечно, мы хотели дожать соперника, но одно дело хотеть, другое дело осуществить это. Но не получилось. Еще вопросы? Для него, мы вообще знаем его как такого классического крайнего игрока, да, крайнего защитника. То есть для него больше подходит расстановка, когда вы играете с четырьмя защитниками? Или не обязательно? Ну, он играл уже, вышел во втором тайме, когда мы играли в схеме 4-4-2. Он вышел левым полузащитником атакующим. Он может и справа играть, и слева играть, и под нападающим, или вторым нападающим играть. Поэтому он довольно универсальный футболист. Ну, в частности, то, что было во втором тайме, и как игра уже складывалась, еще раз говорю, и, в принципе, мы стали лучше играть, чем это было в первом тайме, при расстановке 3-5-2, то он вышел в свою позицию. Единственное, что, еще раз говорю, конечно, ждем более продуктивных действий вообще от группы атаки. Но, в целом, еще раз повторюсь, что я вижу в тренировочном недельном цикле подготовку ребят, они все в конкурентной этой среде хорошо работают, и в любой момент готовы выйти как стартован составить, так и на замену. Еще вопросы? Вы, конечно, один из лучших способчиков, не только у вас, а вообще, и у всего чемпионата. Почему он перестал играть? Опять-таки, конкуренция. И, да, Андрей в первой части чемпионата в первом круге у нас играл. Опять-таки, в расстановке 3-5-2 правым латералем, и хорошо делал передачи фланговые, то, что мы от него требуем. Ну, сейчас хорошо выглядели и Аринию, и Вакуличи, вот поэтому уже вторую игру мы использовали Аринию правым латералем, и Леша Вакулича левым. Но, опять-таки, еще раз говорю, это была задумка изначально, такая тактическая расстановка на этот матч, да, но я понял уже, еще раз говорю, проведя замену в первом тайме, что это не работало у нас, поэтому, чтобы что-то поменять, нужно было перестраиваться. Ну, а уже играя с четырьмя защитниками, с двумя центральными, то, еще раз говорю, Андрей в конкурентной среде, но выбор сегодня упал на других футболистов. Так, к нему никаких вопросов. Егор, еще вопросы? Вопрос по сопернику, то есть, ну, вы все-таки готовитесь всегда, когда недельный цикл начинается, подготовки к матчу. У Слави трудно угадать, какой будет стартный состав, какая будет расстановка, вот насколько вы угадали это, ну, старт, расстановка, насколько это все-таки важно? Ну, я скажу так, лично для меня, при подготовке к матчу и анализа соперника, да, я не скажу, что нам трудно было угадать стартовый состав Слави. Мы ошиблись только в одной позиции. Мы предполагали, что Джигера будет в стартовом составе, в принципе, что у них было у Слави и в предыдущем матче, да, в первом матче, второго круга. Вот, поэтому с одной позиции мы шли, ну, Чикида выше вместо Джигера, то есть мы только ошиблись в одной позиции. А так, в целом, как бы, мы понимали, в какой расстановке Слави будет играть и как они будут вести свою игру. Команда прессингующая умеет работать с мячом, под давлением, как бы, старается играть, они, так скажем, довольно целостно выглядят. Ещё вопрос есть, конец, Евгений? Ожидание высоких результатов от Минского Динамо стимулирует или ощущается немножко давление, чуть-чуть меньше? Как вы спросите? Мы не обращаем внимания ни на какое давление. Давление, внешнее давление, которое происходит, скажем так, от ожиданий результата Минского Динамо, мы воспринимаем как внешнее давление. Внутри нашей команды есть чёткое понимание того, куда мы движемся, как мы движемся, как мы работаем и как мы стремимся одерживать, скажем так, победы в каждом матче. Другой вопрос, что иногда бывают ситуации, когда всё благополучно складывается, да, в плане результата и в плане игровых действий. Есть моменты, когда соперник оказывает достойное сопротивление, где мы сталкиваемся с серьёзным сопротивлением, как это было сегодня. Ну, ещё раз говорю, внешнее давление, мы никаким образом не реагируем на него, потому что самое главное внутри команды, чтобы была хорошая, здоровая атмосфера и чтобы мы понимали, что все до единого, и тренерский штаб, и футболисты были проникнуты одной целью. У нас всё хорошо в этом плане. Для вас в этом чемпионате цель только золотой медали, или вы думаете о каждом конкретном матче отдельно, а за ними уже придёт общий результат? Если у Минского Динамо будет какая-то другая цель, кроме вершины, наверное, никто не поймёт этого, да, поэтому цель понятна, ясна, она видна и по-другому быть не может, да. Всё остальное, это уже, конечно, есть конкретный матч, есть конкретные три очка на кону, и, естественно, что мы хотим быть успешными соперниками в каждом конкретном матче. Естественно, из этого складывается и дальнейшее движение к успеху. Есть ещё у кого-нибудь вопросы? Спасибо, пресс-конференция окончена. Спасибо, до свидания.